друзья всем привет хочу сегодня приколоть вас рассказать на радость хейтерам одну замечательную историю о том как я снова вляпался на бабки короче не так давно у меня машина начала ловить какие-то провалы на скорости когда ты быстро едешь у нее заливает свечи она начинает тупить вот и вспомнив свою историю с санне я пришел к выводу что нужно поменять регулятор потому что точно такая же история у меня была на санне и когда я его поменял у меня все наладилось в общем потратив целую ночь на поиски я нашел даже не контрактный а просто с разборки побегавший по россии регулятор за 500 рублей регулятор давления топлива поехал в общем я за 70 километров отсюда от дома купил этот регулятор можете начинать считать мои деньги приехав сюда я попытался открутить свой регулятор с рампы чтобы поставить этот но у меня к сожалению ничего не вышло и я сорвал шляпки на обоих болтах то есть оба болтика остались без шляпок вот что же делать я думаю ну хорошо гораздо легче поменять целиком рампу вместе с новым переключать вместе с новым регулятором потому что как бы он рампа держится всего лишь на трех здоровых крупных болтах которые ты уже так легко не сломаешь окей я залезаю в интернет значит и начинаю разыскивать где можно купить рампу к сожалению контрактной рампы здесь тоже нигде не оказалось единственная рампа которую я нашел находилась в москве и стоила на 2700 рублей в общем приезжая в москву и покупаю вот такую вот рампу за 2700 рублей на ней сразу идет 4 форсунки на ней сразу же уже идет один регулятор то есть с учетом того что мы уже один купили у нас теперь уже еще один регулятор есть хорошо приезжая значит домой ну и у меня такая мысль что раз уж я буду менять рампу раз уж я ее снял раз она у меня уже точно точнее раз у меня в руках есть оригинал то почему бы мне этот оригинал не так сказать не провести ему техобслуживание чтобы потом поставить вместо своего старого замученного вместо своей замученной старой рампы уже вот эту которая прошла техобслуживание я начинаю обзванивать сервис и узнавать где можно промыть форсунки чтобы мне хорошенечко промыли чтобы они красиво все там у них полыхала вот выясняется что никто рампу так просто не промывает то есть они могут говорят только если вы установите приедете к нам сервис на машине и мы вам ее здесь промоем естественно я от этого отказываюсь потому что понимаю что когда рампа будет стоять на машине я не смогу проконтролировать процесс я не смогу увидеть результат до и после я не буду знать вообще промылась она или нет но с меня сдерут за это 1800 рублей 1800 рублей промывка и 1200 рублей стоит жидкость то есть грубо говоря три косаря с меня бы стянули вот поэтому я решаю промыть форсунки сам лезу в интернет нахожу один один хороший способ как промыть форсунку для этого нужно купить значит карп-клинер ну и там еще какие-то прибуды сейчас я их все покажу в общем я еду в магазин еду в магазин покупаю вот такой карп-клинер за 700 рублей покупаю батарейку варта для того чтобы открывать форсунку подкрыл покупаю к крокодилите крокодильчики для подключения к варте и вот такие вот мамки для подключения к форсунке купив все это затрачиваю 1205 рублей то есть 2 700 я уже потратил на рампу и 1205 я уже потратил на все это далее иду в хозяйственный магазин и в хозяйственном магазине покупаю вот такой кабель в которую такую трубку силиконовую в которую вставляется форсунка для промывки ну и собственно провода с переключателем для подключения всей этой системы получается еще 395 рублей вернувшись назад в машину я беру рампу и пытаюсь открутить форсунки для того чтобы их пора мыть при попытке их открутить я мало того что посрывал половину всех этих шляпок я еще и ухань ухай дохал отвертку теперь она кривая и ею же эти болты точно не открутишь иду я значит сервис рядом находится с магазином в автосервис отдаю 200 рублей за то чтобы чувак взяв такое приспособление которое называется щука открутил мне эти болты в итоге он не выкручивает эти болты за 200 рублей я иду в магазин и узнав какая щука очень крутая полезная вещь покупая себе щуку покупая себе новую отвертку ударную с возможностью бить и с возможностью ключом ее крутить трачу еще там что-то около 1000 возвращаюсь обратно снимаю форсунку сейчас покажу как по моему вот эту я снимал или вот эту нет наверно вот эту да сейчас покажу в общем возвращаюсь назад снимаю форсунку для того чтобы примерить ее к шлангу подойдет она или нет чтобы иметь представление получится у меня или нет вся эта схема выкручиваю в общем ее вытаскиваю форсунку и и сталкиваюсь с тем моментом что у меня форсунка с боковой подачей вот здесь боковая подача то есть то что есть то что я смотрел ролик там форсунка идет прямая с одной стороны втыкают шланг и заливают carb cleaner и он отсюда начинает распыляться а у меня здесь так не сделаешь у меня боковая подача форсунки то есть получается что все вот это вот все что я купил она просто совершенно непригодна то есть она не подойдет для моей форсунки то есть мою форсунку можно максимум что с ней можно сделать это только заехать в сервис и промыть в сервисе как вот они сказали за 3000 рублей то есть грубо говоря потратив 2000 рублей на все вот это потратив 1000 рублей на вот это то есть грубо говоря уже потратив 3000 потратив еще 2 700 на новую рампу еще потратив что-то около 4000 на всякие различные там а какие-то резиночки колечки там всякие сальнички которые я заказал на автодоке в итоге я понял что короче я ничего сделать здесь не могу все что я могу это просто поменять сейчас вручную эту рампу но я сейчас конечно же делать этого не буду потому что мне сейчас едут новые вот эти вот резинки придут новые резинки завтра их заберу вот эти вот колечки поменяю все эти колечки поставлю в рампу поменяю рампы местами ну и буду надеяться что все пройдет но суть в том что короче я потратил около 10 тысяч рублей причем потратил их с кредитной карты то есть залез на десятку в кредит и по итогу ничего не сделал так что хейтеры радуйтесь вот у меня теперь есть целая куча всяких ненужных вещей какие-то шланги какие-то провода какие-то щуки вот ударная отвертка я думаю пригодится щука тоже пригодится но караб клинер чону в карбюратор его значит вылью глядишь может что-нибудь чего-нибудь да поможет вот такая вот фигня ну и теперь у меня еще целых два регулятора вон один и вон второй ну еще и собственно мой который на моей рампе стоит такие вот дела друзья ребятки но как говорится на ошибках учатся просто кто-то учится на чужих ошибках а я на своих зато теперь я знаю что у меня форсунка с боковой подачи и в следующий раз я уже так не лоханусь ну и буду сейчас искать способ как промывать такую форсунку вот все ладно всем пока с вами был роман романов не забудьте поставить лайк под это видео это будет хоть какое-то компенсации успокоения мне со всеми этими моими дурацкими затратами просто из ничего и в никуда вот но я пошел работать всем пока пока